Огромное спасибо оригинал-комментатору, Юлии, Зе Торвальду, Сирастику, Тера Херо, Ранин Бани, Данилу Синякову, Херу в пальто, Лоху какому-то, Хенному, Рандом Шорту, Спеллу, Карайлагу, Апчихбе, Мимашке, Егору, Люсилар, Серверу Иски, Семену и Jetix.seam за донаты. На вас мой канал раньше и сейчас держится и была мотивация снимать ролики и стримить, вы достойны этого упоминания и этих персональных карточек. Ну а если вы тоже хотите поддержать меня и мой канал в это сложное время без монетизации монеткой и получить персональную карточку и упоминания в ролике, ссылку оставлю в описании. Всем холло народ, с вами снова Молдор. Сегодня я разберу спойлеры от разработчиков за май и июнь по Террария 1.4.4. Присаживайтесь поудобнее, обязательно смотрите от начала и до конца, тут будет много чего интересного. Ну а я начинаю. Начнем с того, что обновление одновременно разрабатывается для всех платформ, поэтому оно затянулось с предполагаемого мая уже настолько долго. Скорее всего это связано с тем, что разработчики хотят добавить кроссплей в игру, чтобы в 1.4.4 игроки с ПК могли играть с консольщиками или мобильными игроками. Что ж, переходим к самим спойлерам. Начнем с майских. Там очень много всего. Питомцы слизни, прямо как кошки, собаки и кролики. Выглядят очень мило и круто. Кроме этого, разработчики показали новую атаку истинного Экскалибура и скрин, на котором еще какая-то новая атака, предположительно истинные грани ночи. Выглядит очень красиво, эпично и возможно даже полезно, потому что тем же террамечом или колебателем приливов очень сложно попадать по противнику. Говорят, что это коснется большей части мечей и если это так, я буду только рад. Еще показали статуи кристалла жизни и кристалла маны. Выглядит в принципе хорошо. Хотя это даже не статуи, просто сами кристаллы можно будет ставить на блоки. Также в террарии будет расти трава под землей, что придаст живости пещерам. А веревки смогут пересекать рельсы и платформы, что многим хотелось получить уже давно. И еще прикольные джунглевые попугаи. Удобное отображение аксессуаров с данными. Ну и новые блоки, коралловые, из которых есть новая мебель. Согласитесь, это выглядит необычно и здорово. Это поможет разнообразить кианические постройки. Переходим к консольным и мобильным спойлерам за май. Там гораздо меньше всего, только небольшой видеоролик с вагонеткой, унитазом и слизнями. И то, и другое мы могли видеть ранее. В конце концов, также показали лего, о котором я делал ролик ранее. Этот парень сделал превью к моему ролику. Вот еще примеры его работ. Ссылка на его группу в описании. Дальше по порядку у нас спойлеры за июнь. В ПК спойлерах нам показали специальную структуру, которую может делать постройки невидимыми. Крайне интересный экспонат, пока неизвестно как это работает, но скорее всего это либо какая-то невидимая краска, или что-то другое. Идем дальше. На консолях разработчики нам продемонстрировали вот такой спойлер. На самом деле это прекрасно, теперь знамена смогут висеть на платформах, и даже не на только прямых, но еще и на склоненных. Такое нововведение напрашивалось тоже давно. И напоследок спойлера на мобиле. Там же разработчики продемонстрировали небольшой видеоролик, в котором показан принцип действия зелья, подсвечивающего блоки заражения. Тоже очень удобное нововведение. Благодаря этому можно спокойно очистить свой мир от заражения без запаров. Кстати, пока писал сценарий, видел ролик Чипи Гейминга, в котором он показал новый тип маунтов, перевоплощение. Впервые я это увидел в Торио моде, и это мне очень даже понравилось. Теперь это будет в ванильной террарии. Чипи Гейминг показал нам маунт волка, в котором мы можем полноценно использовать предметы. Надеюсь, это будет не один такой маунт, ибо это очень круто. И, наконец, дата выхода. Разумеется, разработчики не говорят этого, но, скорее всего, это произойдет осенью этого года. На этом ролик подошел к концу, ибо смотреть новости по мерчу и прочей фигне будет неинтересно. Пользуйтесь этим лайфхаком, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и адьос. На одной из наших улиц был веселый дом. Там раскручивая пленки, бил магнитополь. Жизнерадостный жокей улыбался... Продолжение следует... Продолжение следует...